Сергей Шелгунов впервые вышел на эту сцену еще студентом. Будущий актер поздравлял театр с еще 40-летним юбилеем. Тогда тоже давали легендарного конька-горбунка. В 1962-м этим спектаклем ровестиком Тюза открывали новое здание на Пионерской площади. В Сарагурске придя в театр, он понял, что вот эта легендарная наша горбатая чайка должна существовать. И первыми исполнителями главных ролей были как раз Николай Николаевич Иванов, Ненародный, и Ренин, Леонид, Соколова. Чайка это, конечно, Мухатэ, но в петербургском Тюзе даже есть свой оркестр, не хуже, чем в Большом, хотя театр драматический. Спектакль идет под живую музыку оригинальную, с полным составом оркестра, с дирижером, все это по-настоящему. И артисты, вся труппа поэт, хоры, там замечательные хоры в этом спектакле, и это все долго учатся, изучаются там артии, во всем по-настоящему, как в настоящем Большом театре. Николай Николаевич Иванов, которого дети начала 60-х помнят как Ивана, в этом спектакле в честь юбилея уже играет рассказчика. Сам Шелгунов много лет выходит в роли царского спальника. Это звучит голос Карагоцкого. Вот это уже не Карагоцкого. Вот это с вами, это Карагоцкого. И вот это его любимая фраза. Что с вами? Эту фразу слышали все ученики Карагоцкого. Георгий Тараторкин, Леона Жвания, Наталья Бравкова. Кроме того, на сцену Тюза с 95 лет выходили такие всенародно любимые артисты, как Николай Черкасов и Борис Черков. Им, кстати, тоже первый взлет дал именно коне-горбунок. В этом театре всегда была необычайно насыщенная жизнь по обе стороны кулись. Вот и на юбилейном вечере не обошло и без капустника. В котором появились и так называемые тюзовские старики, и нынешняя молодежь. В этот вечер звучали поздравительные речи, в том числе и от коллег. Сергей Мегетко не только поздравил тюзовцев от себя лично, и от театра Ленцовета, но и зачитал телеграмму от Александра Калягина. Присоединяется ко всем самым добрым и тёплым пожеланиям театральная Москва. Ваши коллеги, родные, близкие, друзья, питерские детвора, их родители, их бабушки и дедушки. Актер, выступая в качестве театрального чиновника, вручил персонажам конька-горбунка юбилейные грамоты. Но главную награду в свой день рождения преподнес сам тюз. Радость общения маленьких зрителей с артистами, благодаря творчеству которых выросло уже не одно поколение.